Илья, все, я расшариваю экран, давай начинать уже, время много, достаточно. Экран видно, все, начинаем. Сколько у нас участников? Участников у нас 15 слушателей чистых, остальные в записи посмотрят. Хорошо, прекрасно, давай начинать. Уважаемые коллеги, начинаем вторую сессию сегодняшнего Пимона. Я передаю слово Елене Гончаренко, эксперту по решениям Data Intelligence. Елена, тебе слово. Добрый день, коллеги, давайте начнем. Наша сессия займет 30-40 минут в зависимости от ваших вопросов, поэтому, пожалуйста, будьте активными, чтобы извлечь из нашего времени какую-то полезную информацию из нашего семинара. Поговорим сегодня про решение с Update Intelligence. Наверняка вы все слышали о нем, но, может быть, до конца не представляете, что же это такое. Я попытаюсь вам рассказать, что это такое, как это позиционировалось, например, в начале этого года, и как меняется позиционирование в третьем-четвертом квартале, и куда развивается это решение. Давайте начнем с определения. Мое определение – это платформа для управления данными в распределенном ландшафте и для создания интеллектуальных Data Dream приложений. Сейчас я подробнее расскажу об этом. Итак, Data Intelligence – это действительно платформа. Она подключается к различным системам, как саповским, облачным, лен-премис, так и не саповским. И, конечно, у нее много возможностей по совместной работе с open-source решениями. С помощью Data Pipelines, которые реализовываются в Data Intelligence, можно собирать данные из различных систем и их обрабатывать, а также к данным применять модели машинного обучения. В Data Intelligence – это очень серьезный фокус развития Data Intelligence. Есть возможности управления данными. Раньше мы обращали очень большое внимание на интеллектуальные сценарии. В предыдущих версиях Data Intelligence была встроена среда разработки моделей, трекинг-метрик и так далее. Но в конце лета наша глобальная разработка приняла решение о том, что в Data Intelligence останется инструментарий продуктивизации моделей и использования моделей. Инструментарий для разработки моделей, он будет, скорее всего, выпускаться в общее пользование. Вы сможете его скачать и использовать вместе с Data Intelligence. Но пока в конце года будут новости по тому, какой инструментарий мы представим рынку в части разработки моделей. То есть Data Intelligence – управление данными, сбор, обработка данных, применение модели машинного обучения к данным, реализация интеллектуальных сервисов, на базе которых можно строить Data-driven приложение. И еще последняя функция Data Intelligence – это оркестрация. Data Intelligence может оркестрировать как процессы внутри платформы, так и процессы, которые протекают в подключенных системах. Например, Data Intelligence может делегировать какую-то работу в подключенную систему, ожидать, пока подключенная система отработает, забирать результат работы и возвращаться в Data Pipeline. То есть вот таким образом работает оркестрация. Еще раз давайте пройдем по определению. У нас из машинного обучения остается продуктивизация и промышленная эксплуатация моделей, большое фокусное управление данными, очень сложная часть интеграции и обработки данных и применения моделей. Ну и оркестрация. Давайте начнем с управления данными. Я совсем коротко расскажу об этих возможностях. Я не знаю, насколько вам это интересно. Ну, чтобы вы представляли, пройдемся по этой теме. В Data Intelligence строим каталог метаданных. Каталог метаданных с помощью Metadata Crawler может собирать метаданные из подключенных систем. Что такое метаданные? Это информация об объектах данных. Это структура, какие поля есть в объекте, некая статистическая информация и так далее. В момент, да, если вы находитесь на этапе, когда системы только что подключены к Data Intelligence, вы можете сразу все свои метаданные загрузить в Metadata каталог, ну, либо можете загружать только те метаданные по объектам, которые вам необходимы для того или иного проекта или инициатив. Каталог метаданных предоставляет возможность гибкого поиска объектов по названиям полей, то есть по названиям объектам целиком, по названиям полей в этом объекте, если речь идет о структурированных данных, а также по тегам. И я расскажу вам на следующем слайде, что такое теги, как используются они в Data Intelligence. Также в Data Intelligence есть Data Lineage. Data Lineage – это информация о происхождении данных. Когда Data Intelligence собирает метаданные из подключенных систем, если вы включите опцию Data Lineage, Data Intelligence будет собирать в том числе информацию о том, как в источнике сформирован тот или иной объект. Например, когда мы говорим о SAP HANA Calculation View, мы можем собрать структуру этого view, поля, чем они заполнены, всякую всевозможную информацию, полезную об этом объекте. Кроме того, мы можем собрать информацию по Data Lineage этого Calculation View, то есть нам система нарисует некий граф о том, какие таблицы физические входят в Calculation View, как они сформированы были в SAP HANA и так далее. Дальше я покажу вам пример. Data Lineage – это такая очень интересная штука, и уже появилась возможность в облачной Data Intelligence, эта возможность придет в on-premise версию Data Intelligence, в Data Lineage видеть изменения объектов. Например, вы собрали метаданные, собрали Data Lineage, работаете с ними на стороне системы источника, например, в SAP HANA реализовывается проект, вносятся изменения в существующие объекты, в том числе вносятся изменения в Calculation View, и когда ваш линадж, информация по метаданной по Calculation View обновятся, вы увидите на уровне линаджа, какие поля добавились, и какие изменения сделаны, или, например, какие таблички добавились в этот Calculation View. В общем, вот эта тема очень хорошо, быстро развивается, мы ждем к Новому году еще инноваций в области Data Governance, или управления данными по-русски. Теперь про тегирование. Вот когда мы собираем с вами метаданные из систем источников, получается достаточно большой массив каких-то технических названий, вот как вы видите на экране. Ну, не очень понятно, да, что содержит вот этот GCS CON, что содержит этот объект, или, ну, как бы нужно понимать, нужно знать эту информацию, но знать и помнить, что какой объект технически означает, с точки зрения бизнеса или предметной области, невозможно. Поэтому САП предлагает систему иерархического тегирования. Вы видите на картинке, что есть иерархия, у нее может быть достаточно большая вложенность, вы создаете эти иерархии самостоятельно, а также есть одна иерархия, которая поставляется вместе с Data Intelligence, и вы можете тегировать объекты, как на уровне всего объекта, так и на уровне каждого поля. Когда вы профилируете данные средствами Data Intelligence, система автоматически проставляет теги там, где это возможно. Ну, в основном теги стандартной иерархии проставляются. Для чего вообще нужны эти теги? Для того, чтобы быстро находить некие сущности и видеть, в каких объектах, в каких систем находятся эти сущности. Мы можем с вами задать Customers, например, и каталог метаданных нам найдет информацию с Ханой, информацию из ERP, информацию с Хадупа, то есть объекты данных, которые мы пометили как Customers, в которых лежат какие-то клиентские данные. То есть теги позволяют нам очень быстро искать и понимать содержимое этих объектов, как на уровне всего объекта, так и на уровне его полей. Давайте пойдем дальше. Также в Data Intelligence есть Business Glossary. Business Glossary предназначен для того, чтобы в нем описывать бизнес-термины, которыми оперирует бизнес. При этом, конечно же, на русском языке в бизнес-контексте описывают эти термины. Что такое бизнес-термин? Бизнес-термин, с одной стороны, это показатель выручка, с другой стороны, это дебитор, например, признак. То есть мы описываем в глоссарии эти бизнес-сущности, называются они в контексте DI бизнес-терминами. В описание можно добавлять русский текст, можно добавлять таблички, ссылочки на методологические документы. Описание бизнес-термина может быть достаточно обширным. Плюс к каждому бизнес-термину вы можете добавлять кастомные атрибуты различные. Если вам нужно в глоссарии сделать определенную классификацию, к какой предметной области, например, относится тот или иной бизнес-термин. Вот, например, вы категории можете создать, и они показывают, к какой предметной области относятся каждый бизнес-термин. Можно фильтровать также категории. Но и в самом бизнес-термине в описании можно добавлять атрибуты, не знаю, прописывать, например, человека, который изменил описание бизнес-термина, или человека, с которым нужно согласовывать описание бизнес-термина. Ну, много атрибутов. Например, релевантно ли для службы безопасности информация, ну, то есть тот или иной бизнес-термин. Также интересная возможность – это связывание бизнес-терминов и технических объектов данных. Вы в ручном или полуавтоматическом режиме устанавливаете связь между бизнес-сущностью и всеми объектами, которые относятся к этой бизнес-сущности, вне зависимости от того, файлы это или таблицы, в какой базе данных они хранятся. и это позволяет построить некую систему, когда вы находите вам нужный бизнес-термин, нужную бизнес-сущность, то есть выручку, например, проходите в него, видите, что эта выручка рассчитана по такой-то методологии, что отвечает за нее такой-то человек, и дальше видите, в каких системах ваша выручка хранится. Это очень удобно, потому что идти от технических метаданных достаточно сложно, идти со стороны бизнеса гораздо проще и быстрее. Что еще можно сделать? Можно построить семантический граф предметной области бизнеса, например, продажи. Каким образом ее можно построить? Можно в каждом бизнес-термине или в одном из бизнес-терминов в этой предметной области построить связи не только с источниками данных, в которых хранятся релевантные для этого бизнес-термины информация хранится, но и с другими бизнес-терминами. То есть временем вы получите семантический граф кастомер, продукт, клиент-продукт, выручка, и по всем этим бизнес-терминам вы сможете посмотреть, где хранится информация. В общем, глоссарий упрощает работу с данными в большом распределенном ландшафте драматически, особенно если у вас есть ходуб, и данные из систем источников копируются туда, и есть еще несколько хранилищ, конечно, бизнес-термин – очень важная вещь в рамках управления данными. Бизнес-глоссарий. Бизнес-глоссарий также позволяет работать с ним бизнесу, ответственным людям от бизнеса, например, люди, которые являются методологами, могут вести описание бизнес-термина. В общем, это некая такая платформа для сотрудничества IT и бизнеса. Следующее, что есть Data Intelligence в рамках управления данными, это анализ качества данных. Data Intelligence – есть стандартные бизнес-правила, их можно настраивать, они могут быть многопозиционными, могут логически в разных ситуациях по-разному объединяться. Эти бизнес-правила, их может настраивать, скажем, продвинутый бизнес-пользователь в том числе. И с помощью одного бизнес-правила вы можете проверять все объекты, которые, например, содержат те поля, которые вы задали, бизнес-правили необходимо проверять. В общем, это такая интересная вещь для управления качеством данных. Также есть возможность в Data Pipeline, о которых мы поговорим чуть позже, есть специальные операторы, которые позволяют вам валидировать данные немного более продвинутым способом. А также вы можете в Data Pipeline писать свой код для продвинутого, самого гибкого анализа качества данных ваших. Вот такой дэшборд можно построить за 3 минуты стандартными средствами Data Intelligence. Это дэшборд, который показывает состояние качества данных вашей компании на текущий момент. В общем-то, человек, который отвечает за качество тех или иных доменов данных, может зайти в этот дэшборд и сразу понять, все ли хорошо. Если все зеленое, значит все хорошо. Если тренд изменяется, вы можете отслеживать тренды. Или стал красным показателем качества данных. Нужно предпринимать какие-то действия организационные. Человек может запустить некий поток операций. Линдш, о котором я уже сказала, посмотрите, вот он выглядит в виде такого дерева. Сейчас активно развивается. В общем, пока он не универсален, недостаточно универсален, но он очень активно развивается. Мы надеемся, к концу года он будет универсальным. Обработка данных. Теперь вторая тема, к которой мы переходим. Это самая интересная тема. Возможно, для вас окажется самая интересная тема. А у нас есть чатик, да? Простите, пожалуйста. У нас же есть чатик. Да, чат есть. И чаты, и вопросы. Вопросы вот там Q&A. Был только про Kubernetes и OpenShift, а других вопросов и сообщений в чате не было. Коллеги, если есть вопросы по тому, что мы обсудили в части управления данными, задавайте вопросы. Мы сейчас пройдем обработку данных, и я отвечу на вопросы по управлению данными и сразу по теме обработка данных. Хорошо? Обработка данных – это, наверное, то, что ближе нам всего, потому что мы как интеграторы технически в основном ей занимаемся. Ай-яй-яй-яй, я не могу закрыть теперь этот. А, вот так, все. Хорошо. Давайте погрузимся в обработку данных. Там, наверное, будет много нового. Управление данными – тема классическая, обработка данных – инновационная. Я бы так сказала. Итак, Data Intelligence предлагает инструменты для обработки данных. Основным инструментом является Data Pipelines. Что такое Data Pipelines? Это flow-based приложение или некие конвейеры обработки данных. То есть процессы, которые состоят из операторов. Операторы – независимые вычислительные модули. У каждого оператора есть input-порты, output-порты. То есть информация, данные втекают в оператор, там внутри операторы обрабатывают, вытекают из оператора и переходят на другую стадию обработки. Собственно, вот что такое Data Pipeline. Это некий процесс, выстроенный из операторов. Data Pipeline построится по микросервисной обработке. То, что происходит внутри каждого оператора, оно независимо от того, что происходит в других операторах. И у каждого оператора, который выполняется в Data Pipeline, может быть своя отдельная среда выполнения. Об этом тоже чуть-чуть поговорим позже. Какие же операторы есть в Data Intelligence? Стандартные операторы есть для подключения и сбора данных, например, прочитать данные из MS SQL или прочитать данные из HANA. Операторы преобразования данных. Для преобразования данных есть готовый оператор, он похож на некий мини-ТЛчик, встроенный, устраиваемый Data Pipeline. Конечно, когда у вас сложные случаи, вам нужно написать исходный код, который будет значительно перерабатывать информацию исходную и формировать результат, тогда вы можете писать, например, Python, R или JavaScript. Есть соответствующие операторы, которые могут исполнять тот же Python, и JavaScript, и R язык. Ну и теоретически вы можете даже использовать C++, если очень сложные ситуации. Есть операторы, которые валидируют данные, то есть операторы для анализа качества данных, мы об этом уже поговорили немножко. Далее есть операторы, которые позволяют исполнять модели машинного обучения. Вы можете исполнять модели машинного обучения в Data Pipeline совершенно по-разному. Модель может быть встроена в Python оператор, может обучаться внутри Data Intelligence, потом применяться к новым данным. Модель может вызываться, например, Пайплайн может оркестрировать, передавать данные в Хану и вызывать выполнение в Хане модели машинного обучения, построенные, например, на алгоритмах PAL, APL, которые встроены также в Хану. Ну и, конечно, модель может исполняться где-то среди Open Source, Spark, и Пайплайн может оркестрировать это выполнение. Что значит оркестрировать? Передавать данные Spark, ждать, пока модель выполнится, получать результат и дальше продолжать обработку, идти по следующим операторам. То есть с точки зрения машинного обучения, именно исполнение, продуктивизация моделей машинного обучения, здесь есть масса очень удобных возможностей. Ну, модели, я немножко скажу, модели машинного обучения разрабатываются в Юпитер-ноутбуках, кто-то наверняка сталкивался, знает об этом, и пока они разрабатываются, пока ищутся оптимальный алгоритм, строятся гипотезы, там трекинг экспериментов делается и так далее. В принципе, нет особых проблем использовать Open Source решения, хотя вот я сказала, для разработки моделей САП тоже выпустит инструмент. Но, тем не менее, можно пользоваться Open Source. Когда речь идет о продуктивизации, вам нужно воедино объединить все шаги от сбора данных, автоматизировать этот шаг сбора данных, подготовку данных, применение моделей к данным и передачу результата прогнозирования куда-то в бизнес-приложение. Поэтому пайплайны являются очень удобным средством продуктивизации моделей машинного обучения. Если коротко, если здесь в этой области есть вопрос, тоже, пожалуйста, пишите. Значит, Data Intelligence работает на платформе Kubernetes. Платформа Kubernetes – это некая платформа, которая управляет вычислениями в докер-контейнерах. Это очень модная современная тема, докер-контейнеризация и Kubernetes. И вот SAP тоже пошел в эту тему и стал применять эти технологии как в on-premise. Data Intelligence – это первое решение, которое работает на Kubernetes. А теперь у нас появился HANA Cloud – это сервис облачный HANA, в котором есть контейнеризации, который сам контейнеризирован и выполняется на большом облачном кубернитосе. В общем, тема очень такая современная. За счет того, что используется кубернитос, мы можем ресурсы Data Intelligence масштабировать в соответствии с теми задачами, которые нам нужно решать с помощью Data Intelligence. Сейчас объемы данных растут, все об этом говорят, и прогнозируется еще больше рост объема данных. Действительно, ландшафты становятся очень комплексными и требуются современные способы обработки данных. Пайплайны – это очень гибкий инструмент для обработки данных. Значит, что еще позволяют делать пайплайны? Вот смотрите, они состоят из, на картинке здесь видно, из независимых вычислительных модулей. Да, вот если мы решили с вами, написали один код в питон-операторе, посмотрели, как он работает, мы его хотим переписать. Мы его можем переписать, при этом это не повлияет на все оставшиеся шаги процесса обработки данных. Если бы мы писали программу, и все в одной программе, в одном скрипте, то изменение первой части влияло бы на изменение второй части, третьей части, четвертой части и так далее, на изменение всей программы. А здесь мы можем изменить один оператор, быстро протестировать пайплайн, в общем, быстро получить нужный результат. То есть за счет того, что операторы независимы друг от друга, выполняются в своих средах. Вы можете использовать стандартные операторы. Стандартные операторы, которые не предполагают скрипта, а предполагают настройку. Есть стандартные операторы типа Python, которые предполагают перемещение в них скрипта. Скрипт, соответственно, на Python или на R. Вы можете создавать собственные операторы. Собственные операторы создаются на одном из engine, которые встроены в Data Intelligence. Мы на эту тему сейчас погружаться не будем. Вы можете создавать операторы на CIN, плюс-плюс вы можете на Python создавать операторы, операторы, которые будут наследовать возможности других операторов. В общем, здесь вы можете создавать себе, создавать свои операторы и дополнять ими стандартные репозитории операторов, которые есть в Data Intelligence. Таким образом, вы можете, кто-то в вашей компании, кто-то может разрабатывать операторы необходимые, а кто-то может строить из них пайплайны, переиспользуя одни и те же операторы много раз. Не знаю, чтение таблицы, MARA и ERP. Задачи стандартные для всех задач вокруг, например, управления материальными потоками. Если один оператор для чтения этой таблицы уже реализован, или настроен, или сохранен, то вы можете его многократно использовать. Также Python операторы, различные скрипты. Вот вы видите сейчас на скриншоте интерфейс, в котором вот этот пайплайн выстроен таким образом. Этот интерфейс называется pipeline modeler. Основной инструмент разработки пайплайнов. Но я хочу вас предостеречь от такого суждения, что это визуальная некая штука. С одной стороны, это визуальное конструирование пайплайна, но с другой стороны, конечно, требуются и глубокие технические знания, и навыки программирования для того, чтобы этот пайплайн заработал. Потому что есть операторы, в которых требуется программный код размещать. Как это все работает? Если коротко, на уровне платформы Data Intelligence создается докерфайл. Это текстовый файл, в котором прописываются команды установки тех или иных сред, исполнения тех или иных библиотек. Вот вы видите здесь примерчик. По этому докерфайлу строится докеримидж. Это некий имидж среды исполнения. И когда мы запускаем пайплайн на исполнение, система по тегам докеримиджа и по тегам операторов знает, какие операторы, в какой среде выполнения должны работать. И формирует, соответственно, контейнеры и кубернитосподы. Вы можете операторы объединять в группу, как здесь показано в голубую. Тогда каждый контейнер, который создается для одного, для каждого оператора, будет выполняться в одном кубернитосподе. Если операторы не включены в группу, они будут выполняться разных кубернитосподов. Тут есть масса тонкостей, конечно, когда доходит дело до имплементации, уже очевидно, какие преимущества в каком случае имеет тот или иной подход. Поэтому очень действительно крутая система. Пайплайны обрабатывают большой объем данных, как я уже сказала. Ну и, соответственно, они потребляют достаточно большое количество ресурсов. Вам нужно понимать, какое количество ресурсов у вас есть на кластере Кубернитос, какое количество ресурсов вы можете дать тому или иному пайплайну. Вы можете непосредственно на уровне самого пайплайна выделять ему ресурсы и ограничивать его предельными значениями потребления памяти, процессоров, процессоров. И вот в последнем, в последней версии Data Intelligence, самый актуальный, тут уже появилась возможность сразу мониторить, что происходит непосредственно из пайплайна. Ну, то есть еще усовершенствована отладка. Теперь давайте посмотрим, какие операторы есть в части интеграции с системными источниками. Вы знаете, наверное, что саповские системы, они сложные. Во-первых, у нас они трехзвенные, у них есть базы данных, иногда это хам, иногда это может быть не саповская база данных. У них есть NetWiver, это некий сервер приложений, ABAP-сервер приложений. Есть уже приложение, например, ERP, а в ней еще есть отчет или есть транзакция какая-то. В общем, многоуровневая архитектура саповских бизнес-приложений, таких классических, как ERP, CRM. Ну, да, часть приложений сейчас уже пишется напрямую на хаме, а часть приложений вот такой трехзвенный ландшафт. То есть системы, в которых необходимы ABAP, они вот построены, работают на NetWiver всегда. И с этими системами, как правило, у сторонних вендоров, нет других, возникают разные сложности. И с уровня базы данных можно взять данные? Вот, например, если ERP работает на уроке, конечно, можно. Но получается следующим образом. Если в транзакции ERP вы видите себестоимость по продуктам, произведенным в регистре материалов, ну, а уровни базы данных вы видите 27 таблиц, которые на уровне NetWiver соединяются, в общем, непонятным образом и получаются корректные для бизнеса данные. А на уровне базы данных все те же 27 таблиц. Что сделает стандартный ITL инструмент? Он, наверное, подключится к базе данных, особенно не саповские, в основном так работают, и возьмет эти 27 таблиц. Потом нужно будет воспроизвести логику системы ERP, как она объединяет эти таблицы, чтобы получить некую бизнес-сущность, такую как себестоимость по материалу. Data Intelligence упрощает эту задачу. Data Intelligence умеет подключаться непосредственно к ABAP уровню, умеет читать данные из ABAP CDS. ABAP CDS – это некая виртуальная сущность, которая объединяет в себе физические таблицы. В ABAP CDS прописывается дополнительная логика, и ABAP CDS – это некий уровень уже более приближенным к бизнесу, нежели отдельные таблицы. ABAP CDS, как правило, это некие бизнес-показатели, нежели отдельные таблицы. То есть Data Intelligence позволяет подключаться к ABAP CDS и забирать данные в режиме реального времени из ABAP CDS. То есть реплицировать данные. Данные реплицируются непосредственно в pipeline. Далее вы эти данные можете сохранять, куда хотите, а также можете эти данные на лету обрабатывать. Тут уже вопрос ваших задач. Также можно, если… Вот первый способ интеграции поддерживается сейчас для S4, HANA. Второй способ интеграции с LTE Connector поддерживается для классической стандартной ERP. Вам нужно поставить на систему ADON, там в этом ADON SLT, и через SLT можно также читать данные из классической ERP в режиме реального времени. Вы можете разрабатывать свои функциональные модули на стороне ERP и для них создавать операторы, которые будут читать данные из этого функционального модуля. И не только читать, но в том числе вы можете из pipeline передавать информацию в функциональный модуль, и он будет, например, записывать эти данные уже в ERP, ну, либо во любой ABAP-системе. Вот примерно интеграция с ABAP-CDS. Что такое ABAP-CDS? Это некий уровень. Виртуальная модель данных, такая бизнес-модель данных. Физические таблицы входят в ABAP-CDS. Далее ABAP-CDS работает на основе установки триггеров на таблице и логирования изменений, которые делаются в этих таблицах. Вы можете настроить в Data Intelligence, настроить Data Pipeline, включить в него ABAP-CDS Reader. Этот ABAP-CDS Reader при запуске первого пайплайна самостоятельно создаст, ну, как бы при обращении к ABAP-CDS создадутся триггеры в учетной системе. И далее вот эти операторы позволят собирать в режиме реального времени из ABAP-CDS данные и обрабатывать их. Ну, вот в данном примере, посмотрим, ABAP-CDS Reader читаются данные в режиме реального времени в дельты, ну, как бы измененные только записи или все за какой-то период, как угодно, как вам нужно. И вот в данном примере записывается файл в один из сториджей. Hadoop, Azure, Amazon и так далее. Ну, здесь может быть некая реал-тайм-обработка, например, прогнозирование чего-то в реальном режиме времени, я не знаю, продаж, и возврат информации в СФО. Тоже возможно. То есть, если вы получаете в режиме реального времени данные из учетной системы, прогнозируете на них и записываете прогноз обратно в СФО. Но об этом тоже поговорим чуть-чуть позже. Есть операторы для подключения и оркестрации BV-процесс-чейнов. Есть оператор для чтения данных из BV с буферизацией. Есть оператор, который позволяет читать данные из ODP-экстракторов. Это все САПовская техническая терминология. Если кто-то не знаком, такие у нас заморочки. Можно взаимодействовать и публиковать информацию из пайплайна. Если вы позволите, вот, например, мы собрали данные из ODP-CDS, преобразовали их в CSV-подобный вид, и можно сразу публиковать в SAP Analytics Cloud, чтобы данные визуализировались на Dashboard 2 в реальном режиме времени. И CFO-компания сразу увидел свои продажи, например. И есть, конечно же, интеграция с Ханой. Она двухсторонняя. В Хану можно записывать данные, можно читать данные из Хану, можно любой SQL отправлять из пайплайна в Хану и получать информацию. Это, конечно, с Ханой максимальная гибкость. Ну, сказать, что Data Intelligence предполагает интеграцию только с САПовскими системами, но это было бы неправильным, потому что есть большое количество операторов, которые позволяют в разных вариантах собирать и записывать данные, собирать данные из неосадбаз данных или систем и записывать данные туда. Это СУБД, это ОДБС, любые источники, которые поддерживают ОДБС. Это могут быть также какие-то приложения. Да, приложения, ну, конечно, поддерживаются Мессискуэль, Оракл, ДБТУ, САП-АйКью поддерживаются основные, такие наиболее распространенные базы. Ну, вот мы с помощью ОДБС оператора подключались достаточно редкому пока на рынке случаю, это Арена Даты Дибли. Система, построенная на основе GreenPlan, тоже подключались с помощью этих операторов. Да, операторы для работы с файлами есть, конечно, потому что Hadoop, получая все большее распространение, наверное, у каждой большой компании есть Hadoop уже, либо облачный Hadoop. Вот Data Intelligence позволяет читать, записывать файлы в Hadoop так, как необходимо. Не так давно появился оператор, который позволяет реплицировать данные из различных источников, как вы видите, да, поддерживаемые на текущий момент источники, различные потребители. В этом случае Data Intelligence именно оркестрирует, мониторит, управляет процессом репликации, не выполняет эту репликацию физически. Есть операторы, которые позволяют анонимизировать и маскировать данные. В разных случаях нужны разные алгоритмы, например, часто в компанию приходят дата-сайентисты, стартапы, которые пишут крутые модели машинного обучения, им для написания модели машинного обучения необходимы данные, отдавать чувствительные для компаний конфиденциальные данные, даже при наличии NDA опасно. В этом случае Data Intelligence может прочитать данные из источников, их замаскировать или анонимизировать. И данные будут предоставлены, при этом данные могут предоставлены быть в формате, который максимально подходит для применения далее к данным машинного обучения, но при этом самые конфиденциальные поля, самая конфиденциальная ценная информация будет скрыта. Это очень важная тема, потому что вообще на рынке сейчас очень много говорят о конфиденциальности данных, об управлении конфиденциальности данных. Вот это элемент, который позволяет решить эту задачу. Data Pipeline. Понятно, мы строим эти Data Pipeline из операторов. Хорошо, вы разработали свою библиотеку операторов плюс стандартные операторы. Более или менее строите пайплайны из готовых кусочков, из готовых модулей. Строите быстро, но SAT предлагает еще больше упрощения. Вы можете создавать сниппеты. Сниппеты – это сохраненная группа операторов. Вот, посмотрите, чтение файла. Запись в файл базы. Запись. Не понимаю, что это сейчас за пайплайн. Не видно на самом деле. Пайплайн, который содержит в себе 4 оператора. Вот этот пайплайн, который содержит 4 оператора, решает какую-то задачу небольшую, замкнутую, end-to-end задачу. Он объявляется сниппетом. То есть сниппет – это группа операторов. Сниппет сохраняется как отдельный объект репозитория Data Intelligence. Когда вы строите новый пайплайн, вы можете его строить из операторов, либо вы можете сразу в пайплайн добавлять эти группы операторов или сниппеты, которые уже имеют предопределенную, построенную, реализованную логику. Это такое упрощение или ускорение разработки. Значительное. Есть типовые задачи, которые можно оформить такими сниппетами. Интересная тема – это сервис-ориентированная архитектура SOA. Data Intelligence позволяет из пайплайнов обращаться к сервисам внешним. Например, на одном клиенте мы вызываем внешнюю оптимизационную модель из дата пайплайна, передаем ей данные для выполнения, она обсчитывает нам данные и возвращает результат. Вот это можно делать с помощью оператора OpenAPI-клиент. Есть оператор OpenAPI-сервлова. Этот оператор позволяет вам пайплайн объявить сервисом. Если вы добавляете этот оператор в пайплайн, вы пишете спецификацию свою, как должен работать этот сервис, и запускаете свой пайплайн, к этому сервису можно обращаться из других приложений. И это очень важная тема, потому что сейчас многие задачи решаются с помощью интеграции различных, вызовов различных сервисов или OpenAPI-интеграции. Я сейчас расскажу вам практический пример использования OpenAPI. Покажу вам. Вот это пайплайн. Что этот пайплайн вообще содержит? Он содержит в себе OpenAPI-сервлова компонент, к которому обращается внешнее приложение. Вот здесь вот сюда. Внешнее приложение к нему обращается откуда-то. У него есть спецификация, написанная на свегере, соответственно, у него есть своя Endpoint, к которой нужно обращаться. Есть разные способы авторизации для вызова этого сервиса. Сервис передает обработку ой, простите, в Python. И тут происходит некое зацикливание. Python отдает результат. Результат возвращается приложению, которое вызывает сервис и так далее. Можно опять вызвать этот пайплайн. Также есть операторы, которые позволяют Python работать. Они позволяют распаковать модель, которая хранится в репозитории. Это артефакт. И использовать эту модель. Вот называется это Inference. Когда ваша модель уже обучена, когда она лежит в репозитории в запакованном виде, и вы хотите использовать, называется использование Inference модели. Собственно, вот такой пайплайн. И наши все Inference пайплайны, пайплайны, которые что-то должны прогнозировать, они по шаблону объявляются OpenAPI сервисами. И теперь я расскажу вам о том, как используются эти сервисы. Давайте так. Эти сервисы используются следующим образом. У нас есть наша новая система S4HANA. В S4HANA есть инструмент, называется Intelligent Scenario Lifecycle Manager. Этот инструмент позволяет встраивать эти сервисы непосредственно в бизнес-процесс S4, мониторить эти сервисы, отслеживать качество прогнозирования, то есть качество моделей, активировать определенные версии моделей, то есть запускать вот здесь ту или иную версию моделей. И в целом, при встраивании вот этого сервиса в S4HANA генерируется ABAP интерфейс, либо ABAP, либо Fiori интерфейс, какой вы используете, вы этот интерфейс можете подключать к стандартным транзакциям. Например, пользователь оформляет заказ на закупку, ему нужно выбрать поставщика для этого заказа, который в оптимальное время, по оптимальной цене поставит ту или иную запчасть, например, или тот или иной товар. И система может в онлайне понимать, что человек хочет заказать пачку бумаги, или там, например, промышленное оборудование, или узлы к этому промышленному оборудованию. Система, этот пайплайн может автоматически анализировать данные, которые есть в системе, и говорить, вот для этого заказа выбери такого поставщика, с вероятностью 93%, он привезет тебя в срок, и с вероятностью 83% это будет лучшая цена. Собственно, таких задач в S4HANA очень много, где сервисы интеллектуальные могут помогать пользователям принимать более правильные решения. Это одно из направлений развития Data Intelligence, обогащения саппорских бизнес-приложений интеллектуальными возможностями. Теперь про мультиклаудную статегию. Data Intelligence, как вы уже поняли, я вначале сказала, может быть, как он-премисным приложением. Для он-премис приложения Data Intelligence поддерживаются три платформы, то есть рекомендуется, скажем так, три платформы или OpenShift, Red Hat OpenShift, или SUSI Caspi, или Cisco Container Platform. Это протестированные, валидированные саппом конфигурации. Но лучше и дешевле эксплуатировать Data Intelligence в облаке. Но вы всегда выбираете в соответствии с тем, как ваша компания относится, если, как та или иная компания относится к клауду. Есть позитивные, а есть негативные отношения к компании. Значит, вы разворачиваете Data Intelligence вне зависимости, можете, как в он-премис, так и в клауд развернуть. При этом Data Intelligence может работать в любом из этих вариантов, как с он-премис с системами, так и с облачными системами. Например, Data Intelligence может передавать обработку из клауда в подключенную он-премис хану, либо обе системы могут в он-премисе быть. Data Intelligence может все внутри у себя обрабатывать. Data Intelligence может как из клауда, так и в он-премис передавать в Spark обработку данных, например, обучение больших моделей. И Data Intelligence может, вне зависимости, в каком клауде установлено или в он-премис установлено, передавать обработку в Spark облачных провайдеров, например, в Azure, Databricks или в Амазоновский аналогичный сервис. И оркестрировать выполнение обработки данных где-то там далеко, на дешевых, больших мощностях, которые эффективно решают эту задачу, получать результат на сторону Data Pipeline и продолжать обработку. В общем, Data Intelligence это мультиклаудная платформа, вы можете выбирать клауд, на котором ее установить, а можете выбирать клауд, на котором вы можете обрабатывать данные. Любой хайперскейлер из широко известных вам. И чем больше объем данных, которые вы хотите обрабатывать, конечно, в пайплайнах, тем эффективнее применять, особенно для выполнения, обучения больших моделей применять сервисы хайперскейлеров и Data Intelligence как оркестратора этих сервисов. В общем, так. В целом, мы закончили. Теперь мы, наверное, можем посвятить минут 15, 10-15 минут вопросам. Если вас заинтересовало, тем можете сфоткать мой контакт и написать мне. Этот материал мы, наверное, пришлем. Илья, я не знаю, рассылка материала будет? Будет. Я на GitHub публичные материалы выкладываю. Если пришлешь презентацию, то выложу. И в видео будет ссылка на него тоже. Понятно. Хорошо. Если вы напишете, я быстрее пришлю. Если кому-то очень срочно нужно. Помню, что была возможность запускать Business Object Data Services. Совершенно верно. Есть оператор, который позволяет оркестрировать Data Services Job. Вы можете этот оператор в нужный момент времени, в нужной последовательности поставить в Пайплайн. В нужный момент времени будет подниматься Data Services Job. Он будет отрабатывать. Data Intelligence будет понимать, Пайплайн будет понимать результат работы этого Джоба. Если Джоб завершился успешно, Пайплайн будет продолжать обработку, переходить на следующие шаги обработки данных. Надеюсь, я ответила. Да, все в плане прогресса. Можно ли сказать, какой в этом плане прогресс? Ну, вот тесная интеграция Data Services и Data Intelligence. Если у клиента есть Data Services, мы не позиционируем Data Intelligence вместо Data Services. Честно говоря, они эти решения очень хорошо друг к другу дополняют. Так, далее. Александр Чапанов подразумевает под машинным мучением. Математические модели, которые могут обучаться на данных. То есть, алгоритм строится, исходя из того, какие данные подаются на вход. Вот в результате получается модель, которую можно использовать, применять к новым данным. И она будет на основе знаний истории говорить вам, что на этих данных выручка будет такая. Подробнее я машинным обучением самим как таковым, прикладным, я не разрабатываю модели. Я, в общем, эту тему изучаю, но глубже вам ничего не могу сказать. Пока не пишу свои модели. Трудно что-то спрашивать, не видя системы. Да, если вам необходимо видеть систему, напишите мне, у меня есть демо-система, мы сделаем отдельную сессию, просто в рамках часовой сессии вот такой систему демонстрировать было бы сложновато. Мы делали вебинары, кстати, я могу вам прислать ссылки на вебинары, которые я проводила, и там было три вебинара, и там в вебинарах было очень много демо. Вы посмотрите эти вебинары, они дополняют вашу картину мира. Картина мира. Так, давайте посмотрим. Не видя систем, можно ли подключать внешние, например, питонячие библиотеки типа Пандес? Да, конечно, можно. Вы это делаете через создание докер-имиджа, то есть своей среды выполнения. Вот вы можете в среду выполнения создать ту, которую вы хотите. Например, питон 3.6 поставить в питон 3.6 а собрать этот имидж на основе, например, OpenSUSE LIV15, там будут базовые компоненты, плюс питон 3.6, плюс библиотека по пандес, нампи, ну, все библиотеки, которые классические, необходимые для машинного обучения, скалерные, и все остальные. Вот, и этот докер-имидж будет храниться с определенным тегом, вы ему скажете мой докер-имидж, это его будет тег. И когда ваш оператор с вашим исходным кодом, в котором есть использование той же библиотеки пандес, например, создание пандес дата-фреймов, будет исполняться, у него должен будет тоже быть тег мой докер-имидж, система будет искать среду исполнения для вашего питон-оператора по тегу. Если тег докер-имиджа и питон-оператора совпадает, система будет использовать ваш докер-имидж или вашу среду исполнения для исполнения вашего кода. И поэтому за счет использования такого подхода, вообще докер-контейенеризации, вы можете разные модели писать и разные среды выполнения использовать для них. Вы можете управлять этим. Ну, наверное, более детально не могу сейчас рассказать в рамках нашей встречи. Подключатель, например, Escaler, как все Escaler, а принцип такой же, как при написании Юпитера, я расскажу, да, принцип такой же Юпитера, встроенного в Data Intelligence, сейчас он есть, но его не будет в связи с изменением фокуса и направлением фокуса больше на применение модели, нежели на разработку. И смотрите, часто в Юпитере используются Debian имиджи, Debian скаченные библиотеки и так далее. Data Intelligence предполагает использование OpenSUSE-евских библиотек, OpenSUSE-евских базовых имиджей, такие, как OpenSUSE-LIP 15.1, 2, такие угодно. Это разница с точки зрения создания Docker-имиджа. Локально вы исполняете, вы просто PIP-инсталл сделали в Юпитере и ваша библиотека установилась. Там вам нужно создать Docker-имидж на основе некоего OpenSUSE-евского имиджа. Принцип написания кода такой же, если вы хотите исполнять код в операторе, естественно, прогнозировать, вам нужно дописать к своему, даже не дописать, если вы хотите обучить модель на данных в пайплайне, вам нужно будет в модели просто дописать получение, чтение данных не из файла, а из импорт-порта оператора Python. И, соответственно, отдать результат обученную модель из output-порта Python-оператора. В целом, в общем, если вы знаете Python, Data Intelligence можно изучить очень быстро и просто. Так, Matplotlib тоже можно использовать. Так, поддерживается ли в качестве источника графовые базы данных типа Neo4G, OrinDB. Кстати, OrinDB open-source база, и в том числе SAP купил OrinDB и дописывает OrinDB. Графовые базы модная тема, но сейчас подключение к графовым базам невозможно. Data Intelligence возможно только работать с графовым менеджером в Хане. Но к OrinDB нет коннектора, он появится, потому что OrinDB это SAP продукт в том числе и сейчас. становится. Возможно ли использование в качестве источника типа Яндекс. Кликхаус? Не могу сказать, я не знаю, Кликхаус представляю, но может быть мои представления недостаточно глубоки, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Если поясните, наверное смогу ответить. У нас все вопросы. У меня еще вопрос, Ирина. Получается это продукт близок к ETL решениям, с дополнительными наворотами. Знаете, это прям платформа. Это нельзя сказать, Data Intelligence это ETL инструмент. Это все-таки платформа для распределенной обработки больших объемов данных. и преобразование данных это одна из функций Data Intelligence pipeline. Ну, конечно, Data Intelligence шире. Да, я понимаю, я только в части обработки данных, то есть если мы хотим что-то отправить в Data Hub, мы такое сделать не можем, надо, чтобы Data Hub куда-то сам полез по расписанию, наверное, вытянул это, преобразовал и переложил именно в части обработки данных. В зависимости от задачи. Мы можем тоже отправить, в том числе можем отправить, например, если мы объявляем pipeline сервисом, вызываем сервис, передаем ему данные, пожалуйста, pipeline получит эти данные и будет обрабатывать. Можно по-разному сделать. То есть он прямо на каком-то порту может слушать и туда о, классно, понятно. Будет endpoint, там будет URL-порт и будет спецификация, как нужно оформлять пост, get-запросы к этим сервисам. Да, понятно. Это, конечно, не просто ETL получается. Нет, нет, это шире. Это шире. Это вот если задача чистой ETL собрать данные из источника А, трансформировать и переложить в источник Б, данные структурированные, все же я бы использовала ETL, это будет проще для клиента. Использовать Data Intelligence для такой задачи будет, ну, как бы из кушки по воробьям. А вот если у клиента есть задачи по построению сервисной архитектуры, по предоставлению данных как сервисов, по применению модели машинного обучения, вот сейчас у всех клиентов эти задачи появляются, тогда да, рекомендую. Data Intelligence рекомендую. А что по внедрениям в СНГ этого продукта? Внедрениям продуктивных внедрений нет, чтобы быть до конца с вами честным, а есть в Европе и по миру продуктивные внедрения, а мы только подходим к этому моменту. Мы сделали ряд ПОКов, Proof of Concepts, и все нормально, интересная тема. Клиенты очень сильно интересуются этой темой, при этом вот еще не дошли просто времени, не хватило до продуктива. Понятно. А этот продукт относительно дорогой или как вообще в линейке цен он выглядит? Я не могу сказать, я не могу сказать, дорого это для предприятий или для меня лично это было бы дорого, а для предприятий наверное это не дорого. Особенно если используется Data Intelligence облачная версия с какого-то хиперскейлера, то это дешевле. Если использовать он премис Data Intelligence, то нужно конечно построить такую корпоративную платформу Кубернитес хорошую. Но эта платформа пригодится не только для задач Data Intelligence например перевести какую-то разработку локальную это очень модно сейчас на Кубернитес. Очень многие компании создают такие кластера именно с целью локальной разработки перевести ее на контейнеризацию, сделать процесс agile в части разработки. А в модели лицензирования может быть тебе известно там что вообще за что платится? По ресурсам в облаке это consumption units это считается специальным калькулятором сколько каких задач будет решать система и из этого онлайн сайзер говорит сколько consumption units нужно а онлайн нужно считать какие pipeline будут сколько данных они будут обрабатывать и нужно на основе этого есть большой гайд как size data intelligence онлайн нужно просчитывать все по формулам скажем минимальная конфигурация это 4 узла по 64 гигабайт оперативной памяти ну и какой-то storage понятно больше вопросов нет коллеги тогда пишите елене на e-mail презентацию и запись видео я выложу елена большое спасибо было очень интересно мне как пиарщику интегратору в части именно обработки данных и понравилось еще то что есть отдельное средство для мета данных потому что всегда это головная боль как пиаре понимать что это такое на стороне интегрируемых систем если мы какое-то поле меняем где-то в одном месте то как это скажется на других местах на потоках и на передаче данных в другие системы да вы правы спасибо большое Елена спасибо вам коллеги спасибо извините быстро может быть не так подробно но тема очень большая в рамках часа получилось так на все вопросы готова прислать ссылки на подробные вебинары и все для вас всем желаю хороших выходных и опыта интересного опыта с голландской дэниэль граверсон выступит которого вы знаете по многим блогам на сдн и с докладчиком будет Илья Нестеров разработчик компании основной доклад пойдет по английски и возможная часть по русски это в 12 часов а в 2 часа дня будет выступление Максима Букина и рассказ про XI Tools Многие из вас сталкивались с этим свинг клиентом кастомным для enterprise сервиса репозитори и директори так что подключайтесь задавайте вопросы это очень интересная разработка у нас сейчас все до свидания увидимся на следующей неделе хороших выходных до свидания Продолжение следует...